Привет, с вами как всегда Джамбу Макс и сегодня я вам расскажу почему я жду новую часть колды. В последнее время, когда индустрия особо не балует нас новыми игровыми проектами и каждый раз либо подкладывает нам очередной перенос, либо же анонс какого-нибудь переиздания, ну как вы знаете, кринж, ты начинаешь скучать по привычным жанрам, новым частям той или иной серии и как вы поняли один из таких жанров это шутеры от первого лица. Да, я консольщик и я обожаю играть в шутеры, я играю в них на геймпаде, да, мои вкусы весьма специфичны, но я реально кайфую от шутеров и по ним, если честно, уже соскучился. Я надеюсь, что вы тоже и если это так, то с вас лайк и подписка. Конечно, если посмотреть на прошлый год, можно увидеть такие игры как Halo Infinite, Battlefield 2042 и Call of Duty Vanguard. Но давайте все-таки будем честны, ни один из этих шутеров, да даже скажу, что ни один из шутеров на протяжении уже двух лет особо радости не приносит, увы, таковой тенденции. Battlefield 2042 вышла плохо работающей, с плохими картами и потеряла тот самый сок команды игры, как это было в предыдущих частях. Конечно, стоит отметить, что с недавних пор новая батла немного стала лучше и в нее стало действительно приятнее играть, чем при выходе, но поверьте, мега удовольствие это все равно не приносит. Vanguard же, на мой взгляд, не приглянулся многим устаревшим сеттингам Второй мировой войны и, пожалуй, некими проблемами в онлайне, которые, опять же, надеюсь, в новой части не будет. Ну а Halo Infinite, как бы удивительно это ни звучало, в прошлом году смотрелось лучше конкурентов из-за хайпа и за счет стабильной работы, но, как показало время, игра сейчас мало кому нужна и даже сами разработчики не спешат ее наполнять контентом и как-то развлекать игроков. Считайте, прошел год спустя, а кроме как колды, в ближайшее время ничего и не выйдет. Конечно, у меня есть опасения, что с игрой может быть что-то не так и нас ожидать может какая-то порция кринжа, либо там по новому режиму, либо по новой Warzone, но об этом, опять же, сказать пока очень сложно. Но исходя из того, что почти ни один громкий релиз в последнее время не обошелся без нюансов, я в целом уже этому не удивляюсь и воспринимаю как норму, хотя это такое себе. И поэтому, если колда выйдет и у нее будет минимум проблем, я очень сильно удивлюсь, но очень сильно обрадуюсь. По игре, на самом деле, мало что известно, к сожалению, на данный момент, но сейчас разработчики хотя бы кидают некие маленькие фрагментики, записанные на старые сименсы. И знаете, им удается подогреть интерес к проекту, поскольку вот недавно они показали, что в новой колде теперь можно будет прыгать с тачки на тачку, а также ее захватывать. И мне почему-то кажется, что такая вот фича Warzone, ой, как пригодится. Конечно, никому не секрет, что новая часть будет прямым продолжением серии MV19 года, что в целом уже дает некую гарантию того, что это будет топчик, прям вот сочно, прям вот так вот зашибись. Поскольку MV19, ну, я до сих пор кайфую от нее, от онлайна, ибо они сделаны свежо, бодро, с хорошим сеттингом и с годным визуалом. В общем, MV19 года для меня просто эталон. Конечно, хочется вспомнить, как ее не полюбили многие на старте, а теперь переписывают к лучшему шутеру, но это другая история. Если кто-то не знал, то одиночная кампания у новой части будет доступна даже раньше на неделю всем предзаказавшим. На мой взгляд, это просто аллилуйя. Мало того, что игра выходит срок, так еще и кампания дают раньше. Конечно, большинство обладателей консолей Xbox в России с этим пролетит, поскольку предзаказать игру могут лишь те, кто живет в странах, где нет официального представительства Xbox, или там, где, ну, все нормально с платежом, с Microsoft Store и так далее. Ну, а тем, кто в России, я вам советую обращаться к ребятам из X-Games, которые много раз проверены, у которых закупаются все мои друзья и знакомые. Конечно, предзаказы они вам не сделают, но любую игру на ваш Xbox или подписку в Xbox Game Pass Ultimate они оформят запросто. Если что, ссылочка будет в комментариях. Вообще, разрабам колды нужно отдать должное и сказать спасибо за то, что кампания в игре хотя бы будет. Ибо, исходя из тенденции, которая нас окружает, то одиночки могло бы и не быть вообще. Но, по крайней мере, я уверен, что это будут просто веселые рельсы, исходя из трейлера, там, взрывы, погони, перестрелки, в общем, все как полагается. Помимо этого, есть информация, что в новой колде будет еще и новая Warzone, типа Warzone 2, и режим, похожий на Тарков. Пока, конечно, по сети ходят слухи и споры, когда они все-таки выйдут, ибо поговаривают, что они выйдут после какого-то времени, после выхода там МВФ 2. Но, так или иначе, от этого не грустно, ибо при выходе МВФ все равно будет чем заняться. Просто колда для меня это больше, чем шутер после МВФ 19, поскольку такого кайфа от стрельбы, от игрового процесса в целом я не получал нигде. Настолько она мне запала, что, как вы поняли, я до сих пор в нее захожу иногда. Да и вообще, данная серия игр мне нравится за то, что там все очень быстро. Там настолько быстрый темп и мало ДТК, что выйдя, к примеру, на 2-3 человек, у тебя все равно есть шанс выйти победителем. Потому что нельзя сказать, к примеру, про другие шутеры. Конечно, я очень надеюсь, что во второй части по уму сделают баланс пушек, а также хорошие респауны, но тут остается только лишь надеяться. Те, кто до сих пор думают, что колда это просто донатная помойка, то они, скорее всего, попросту не играли в нее. И думают, что за донатив ты будешь выигрывать, но это далеко не так. Ибо все то, что ты можешь купить, так это в большем случае косметика, а любые пушки качаются со временем и без донатов. Многие, наверное, подумают, что МВ это просто единственный шутер, который выходит в этом году и поэтому ее так все ждут. Отчасти это действительно так, поскольку все, что вышло, уже немножко поднадоело. А мы такие, что нам каждый год что-то подавай новенькое. Конечно, после выхода МВ второй именно в следующем году колды никакой не планируется, ибо эта часть конкретно новая, она обзаведется уже двухгодовой поддержкой. И, на мой взгляд, это прекрасно, поскольку это означает, что дополнительного контента у этой части будет просто предостаточно. Почему я, собственно, очень жду новую часть? Да, повторюсь, что это как бы единственный шутер, который будет в этом году, но больше, пожалуй, я ее жду из-за возвращения той самой былой атмосферы, как это было при старте МВ 19-го года. Я уж надеюсь, что многие из вас ее все-таки приобретут, и как в старые добрые времена, мы будем вечерами напролет рубиться в те или иные режимы, собирать частные, просто классно атмосферно проводить время в мультиплеере и так далее. Конечно, играя в колду, иногда начинаешь скучать по командной работе, но на есть разрабы тоже что-нибудь с этим придумают, лично мне капец, как в 19-м году нравился режим 2 на 2, когда мы с лучшим другом Виджелл тащили как могли. И, несмотря на то, что да, ты можешь разобрать все там в соло, когда ты там даешь инфу или спешишь на помощь товарищу, это бесценно. Поэтому я очень надеюсь на возвращение тех былых времен. Еще хочется отметить, что в ту же МВ 19-го года крайне приятно сходить раз за разом. Прекрасно понимаю, что в МВ 19-го года стояли сервера в Москве, и из-за этого там было все так шикарно, и вряд ли это будет, наверное, в следующей части, но все же у колды коннект в большей степени прям добротный. Из-за всего этого в совокупности ты не горишь, и действительно каждый раз получаешь хоть какое-то удовольствие. Конечно, всему этому могут попрепятствовать читеры, ибо наличие кросплея, скорее всего, и о неотключение на платформах Xbox, оно просто обеспечено. Но я все-таки очень надеюсь на быстрое реагирование разрабов на такие вот инциденты, и надеюсь, что из-за этого новая Warzone не будет сломана в ближайшие месяцы как старая. Еще стоит упомянуть, что возможно данная часть, как и все остальные, добавится в подписочку Xbox Game Pass после слияния Activision Blizzard, но когда именно она добавится, никто не знает. Напомню, что после полного поглощения серия колды будет находиться под эгидой Xbox, если, конечно, это слияние вообще произойдет. Но серия по заявлению Фила Спенсера не будет эксклюзивом платформы и будет продолжать выходить везде. Единственное изменение, это, скорее всего, то, что колда будет в подписке с даты релиза в каком-то будущем. В общем, я очень надеюсь, что вы ждете новую колду точно так же, как и я. Надеюсь, она нас реально не подкачает, подарит много новых классных эмоций, но если вы действительно ждете так же, как я колду, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно приходите 15-го числа на стрим, где мы будем смотреть информацию про новую колду, и большое спасибо вам за просмотр. До новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok